Субтитры предоставил DimaTorzok Главным достижением минувшего года при сокращении бюджета региона на треть из-за падения цен на нефть глава региона отметил сохранение социальных выплат и своевременную выплату заработных плат. Остаться в строю, не дав ситуации на мировых нефтяных рынках, лихорадить Нейнский округ позволила вовремя сделанная вакцинация против бюджетного недомогания. Когда два года назад удалось вернуть полномочия из Архангельской области и перераспределить полномочия с муниципального уровня на региональный. Эта перезагрузка стала шагом к стабильности в регионе. Еще один важный момент – привлечение федеральных средств. По итогам прошлого года удалось удвоить сумму привлеченных межбюджетных трансфертов. При этом объем дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета возрос в 11 раз. Средства, привлеченные с федерального бюджета, позволили направить собственные доходы Нейнского округа на социальные нужды. Мы же с вами понимаем, для того, чтобы что-то привлечь, нужно быть привлекательным. Так вот, с этой точки зрения, наша привлекательность играет нам только в минус. Поясню почему. Мы с вами долгие годы являлись регионом с профицитным бюджетом и миллиардными остатками на счетах. Поэтому работу пришлось начинать с чистого листа. И делать это весьма проблематично в условиях, когда доходы в Нейнском округе превышают аналогичные показатели в других регионах. Так вот, по уровню доходов на душу населения мы с вами впереди не всей, конечно, планеты, но по России однозначно. Это, безусловно, здорово. Но доказать свое право на помощь со стороны Федерации при такой статистике, поверьте, крайне сложно. Отдельное внимание глава региона в отчете уделил теме привлечения округом кредитных средств. Для чего и почему это делается? Ответ прост. За счет кредитов мы смягчаем оптимизацию. Проще говоря, не взяв их, мы вынуждены будем резать по живому медицину, образованию, социальную политику. В течение всего года мы проводили абсолютно взвешенную кредитную политику. Привлекали не только коммерческие займы, но и казначейские, ставки по которым являются символическими. В результате, по итогам года нам удалось сэкономить порядка 200 миллионов рублей. В течение трех лет Нейнский округ живет в необходимости принятия решений, которые принято считать непопулярными. Но непопулярность решений, отметил Игорь Кожин, означает лишь чистоту и открытость отношений власти и населения. В целях сокращения бюджетных расходов в округе проведено ряд реформ, в том числе и реформа дополнительного и общего образования культуры, реформирование системы управления как в госаппарате, так и в ряде других сфер. Почему они привели? Я говорю об этом уже как о свершившемся факте, потому что основные мероприятия по перезагрузке существовавшей системы завершены, и мы имеем возможность оценить их эффективность. Реформирование системы управления государственного аппарата привело к снижению расходов на четверть. Это данные 2017 по отношению к 2014 году, и вы можете убедиться в этом на представленном слайде. В системе образования, культуры и спорта мы снизили расходы всего лишь на 16%. Я прошу внимания обратить на слайд, там стоит цифра 5%, это имеется в виду 17% по отношению к 2016 году, а к 2014-му 16%, а должны быть снизить минимум на 30%. Сделаем мы это, и родители бы сегодня оплачивали не в 750 рублей за доп. образование, за спортивную секцию, а в 4200. Это без коммуналки. Кроме того, мы с вами ввели систему софинансирования в части обеспечения школьников питанием. Почему мы это сделали? Прежде всего, чтобы повысить качество питания и включить родительский контроль. Медицина. Благодаря переходу к одноканальной системе финансирования, созданию филиальной системы учреждений, сокращению управленческого аппарата, снизили расходы на здравоохранение всего лишь на 12%. При этом сохранили доступность и качество услуг. Изменение поддержки сельхозтоваропроизводителей, когда её направили исключительно на достижение производственных показателей, отразилось ростом числа производственных объектов – крестьянско-фермерских хозяйств, производства продукции и создания новых рабочих мест. Отмечено в регионе и рост субъектов малого и среднего предпринимательства. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Сегодня в округе разрабатываются проекты, которые полностью адаптированы для реализации в условиях нашего региона. Дальше Игорь Кошин перешёл к теме расходов окружного бюджета, в частности, выплат социальных льгот. Статистика неумолима. В Ненецком округе ежегодно растёт число получателей различных мер социальной поддержки. Увеличилось само количество льгот и очень незначительно снизилась общая сумма затрачиваемых на это бюджетных средств. Объясню, за счёт чего произошло снижение. Ещё раз подчеркну, незначительно 5%. За счёт внедрения принципов адресности и нуждаемости. Если адресный характер мер соцподдержки в принципе носили всегда, это пенсионный возраст, инвалидность, многодетность, либо сиротство, то, говоря о нуждаемости, я приравнял бы этот критерий к справедливости. Согласитесь, не в равных правах находится получатель льгот с высоким доходом по отношению к тем, у кого он крайне низкий. И считаю важным отметить тот факт, что, несмотря на большие сложности бюджета, за последние два года мы приложили максимум усилий для того, чтобы сохранить выплаты жителям округа, а главное – доплаты нашим пенсионерам. Более того, отметил Игорь Кошин, в 2017 году удастся проиндексировать часть социальных выплат. Такую уверенность даёт планомерная работа с недропользователями и несколько изменившаяся цена на нефть. Второй блок бюджетных расходов – это выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. Она остаётся одной из самых высоких в стране. Но за каждой сухой цифрой, подчеркнул глава региона, стоит труд людей. Сегодня мы с вами имеем возможность рассмотреть первые результаты внедрения новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Как вы помните, основной её целью была мотивация сотрудников к повышению качества работы и эффективности их труда. Практически все регионы перешли на эту систему 6-7 лет назад. Наш соседей, Архангельская область, сделал это в 2011 году. Я уверена, если бы у нас было сделано это во времена высокой нефти, проблем было бы гораздо меньше. Сегодня, к сожалению, не везде поставленная задача исполняется корректно. Мы столкнулись с явными перекосами в системе. Речь идёт о ситуациях, когда доход низкооплачиваемого персонала продолжает сокращаться, а руководство порой даже растёт. И в этой связи вопросы, разумеется, к руководителями. Проверки в учреждениях уже проходят. И могу сказать, что подтверждение таких фактов может повлечь за собой принятие определённых кадровых решений. Ещё одна проблема, которая сегодня существует в регионе, это отставание минимального размера оплаты труда от величины прожиточного минимума. В связи с этим Игорь Кошин обратился к Департаменту финансов и Департаменту труда и занятости, тщательно проанализировать ситуацию и изучить возможности для поэтапного повышения мурота в регионе. Сегодня более 70% жителей занято в бюджетной сфере округа. Это не позволяет наращивать экономический рост региона. Мы сегодня пытаемся изменить эту ситуацию. В прошлом году, наконец, появился первый частный медицинский центр, частный детский сад. Но этого недостаточно, нам нужно двигаться вперёд. Только так мы снизим нагрузку бюджета и повысим качество предоставляемых услуг. Разработали госпрограммы «Занимаемся трудоустройством жителей на месторождения». Коллеги, это действительно факт. Из занятых на нефтепромыслах более 8 тысяч человек, жителей округа, всего порядка 500. И это оценочная позиция. Одна из причин – это отсутствие необходимой компетенции. И сегодня мы, в том числе и после встреч с недропользователями, активно работаем над устранением этих недостатков. Также развивается частное предпринимательство, увеличено число рыболовецких участков, разработана система субсидирования готового продукта. Это привело к появлению крестьянско-фермерских хозяйств в населённых пунктах округа, правда, в небольших объёмах. Поэтому глава региона обратился к главу муниципальных образований поддерживать инициативы жителей окружных сёл. Кроме того, ведётся работа по правовому регулированию. Так, увеличен патент на привлечение иностранной рабочей силы, сейчас он один из самых высоких в стране, принять закон о квотировании рабочих мест. В этом году должны реально заработать некоммерческие организации, наряду с государственными поставщиками социальных услуг. Цель – повысить качество и спектр услуг в социальной сфере. Кроме того, несмотря на все финансовые сложности, округ будет продолжать строительство социальных объектов. В очереди на расселение из ветхого аварийного жилья состоят более 3,5 тысяч наших граждан. Ещё полторы тысячи семей ждут устройства детей в детские сады. Да и школьникам пора учиться в одну смену. Поэтому хочу сказать следующее. Мы строили, строим и будем строить наш Нинецкий автономный округ. Это будущее наших детей. Жизнь заставляет нас менять подходы к строительству. Нет больше возможности покрывать убытки предприятия. Мы создаём новые. Яркий пример – это домостроительный комбинат «Заполярье», который сегодня обеспечен работой на год вперёд. И я надеюсь, что необходимость дальнейшего развития понимают и на муниципальном уровне. В частности, речь идёт о завершении долгостроев в Заполярном районе и переходе к комплексному жилищному строительству на селе. Для этого есть и полномочия, и средства. Доклад губернатора получился кратким, но ёмким. Депутаты единогласно приняли его к сведению. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ресурсная экономика приказала долго жить, и мы должны быть готовы прокормить себя сами. Об этом заявил Игорь Кошин на высшем совете с главами муниципальных образований региона. От руководителей поселений губернатор округа ждёт серьёзных идей по развитию сельских территорий, созданию дополнительных рабочих мест во внебюджетном секторе, созданию производства на местах. Со своей стороны регион готов оказывать необходимую поддержку. Необходимо менять структуру занятости, как в Наринмаре, так и в сельских населённых пунктах. Сегодня в регионе практически не развит внебюджетный сектор, а бюджетная сфера напротив раздута. Две трети жителей округа напрямую зависят от бюджета. А бюджет, в свою очередь, сильно зависит от цены на нефть. Но если цена завтра будет стоить 20 долларов, нам просто попросту нечем будет друг другу зарплату платить. Поэтому я хочу от вас активность. Поэтому я благодарен и Латине Фёдоровне, и Галине Александровне, и Александру Павловичу. Село должно кормить город. Вы же это понимаете? Благодаря Галине Александровне, что мы провели по рыбакам наше собрание, этот процесс потихонечку пошёл. Сейчас будем увеличивать количество рыбу участков. Но вы идеи должны давать. А у нас получается, все идеи заключаются только в одном. Дайте нам денег постройке, то сделайте вот это. Сегодня округ готов помогать селу. По словам Игоря Кошина, фактически давая субсидии на производство, как это происходит с оленеводством и производством молока, округ субсидирует рабочие места. И это нормальная практика, подытожил глава региона. Округ готов нести такую нагрузку. Но полная бюджетная обеспеченность – непосильная ноша для региона. Кроме создания производств и рабочих мест, необходимо увеличивать долю местных жителей, занятых в нефтянке. По словам главы Приморско-Куйского сельсовета Виктора Таратина, в посёлке есть молодёжь, которая хочет работать в тундре. Но попытки трудоустроиться остались безуспешными. Чтобы местные работали в нефтяной сфере, нужна соответствующая квалификация. Этим вопросом плотно займётся немецкое профессиональное училище, отметил Игорь Кошин. С 1 апреля бесплатное детское питание жителям города и посёлка Искатели будет выдаваться только по специальной карте. Сегодня такой мерой социальной поддержки пользуются порядка тысяч человек. Для того, чтобы получить карту, родители должны обратиться с заявлением в офисы многофункционального центра. Сделать это необходимо как можно скорее, ведь времени до запуска нового проекта остаётся совсем немного. Сейчас, чтобы получить бесплатное детское питание, родители приходят в специализированные магазины, называют свою фамилию. Продавец ищет рецепт и смотрит, какое питание и в каком количестве необходимо выдать. Для самых маленьких – каша и смеси. Детям до трёх лет – молоко и бифидок. С 1 апреля бумажная волокита останется в прошлом. Все данные о бесплатном детском питании будут храниться на карте, что упростит процедуру его получения. На сегодняшний день в офисы многофункционального центра за оформлением соцкарты обратилось уже порядка 300 граждан. Для подачи заявления родителям необходимо предоставить паспорт, рецепт врача-педиатра, свидетельство о рождении ребёнка, а также фотографии заявителя. Их можно принести с собой или сделать прямо на месте. Максимальный срок изготовления карты – 6 рабочих дней. В общем-то, все те задачи, которые перед нами стояли, они выполняются. Документы передаются. Документы передаются в электронном виде, на бумажном носителе. И, в общем-то, всё это работает, программы работают. Хотелось бы просто добавить, что если человек написал заявление на выдачу соцкарты, ему потом не надо будет ещё раз в очереди стоять при её получении, просто у администратора при входе получить эту карту. Марина Качегова свою карту уже получила. Нововведение она полностью поддерживает. Ведь теперь не нужно подтверждать своё право на социальную помощь дополнительными справками и документами. Сейчас приходится ежемесячно за выпиской рецепта приходить к врачу-педиатру. С картой выдаётся рецепт на полгода, что и врачам облегчает работу. И не приходится часто посещать. На данный момент мы получаем каши и смеси. Вот с апреля нам будет годик, мы будем уже получать молоко и бифидок. Карта Александра Покулина сейчас находится на тестировании в акционерном обществе ВИТО. Все необходимые документы он подал ещё в начале марта. Ждать пришлось всего три дня. Александр признаётся, самый главный плюс нового проекта – больше нет необходимости каждый месяц ходить в поликлинику за рецептом. Упрощает таким образом, что карта была введена с целью идентификации получателя МИР и СОС-поддержки. И было принято решение о выдаче рецептов на оказание МИР и СОС-поддержки именно в отношении каши, бифидка и молока один раз в полгода. То есть это гораздо упрощает жителям получение данной продукции. Со временем на карту МИР НАО переведут практически все социальные льготы. Так, одна из них – это бесплатный проезд в общественном транспорте. Сейчас вопрос прорабатывается в городской администрации, а именно – приобретение специального оборудования для АТП. Если всё пройдёт успешно, то ориентировочно с 1 июля этого года обладатели такой карты с помощью специального электронного устройства, валидатора, смогут подтверждать право бесплатного проезда. Напомню, подать все документы на изготовление социальной карты необходимо в ближайшие дни. Иначе могут возникнуть проблемы с получением бесплатного детского питания. Иван Кутейников, Александр Дуркин, Игорь Тарасевич, Телеканал Север. Заплате за свет, газ и коммунальные платежи в одном месте. Сегодня всё больше управляющих компаний и коммунальных предприятий переходят на прямой расчёт с жителями, отказываясь от услуг посредников. Так, с 1 января 2017 года предприятия объединённых котельных и тепловых сетей и одноимённые управляющие компании отказались от услуг Почты России. Теперь заплатить за водоотведение и водоснабжение можно в кассе предприятий либо через банк. Обладатели банковских карт могут оплатить коммуналку, даже не выходя из дома. Однако, это, казалось бы, удобная современная система, удобно не всем. Надо просить кого-то специального человека, я не дойду туда платить, если здесь не принимают. Вот такая загвоздка у нас у стариков. Оплата коммунальных услуг для Любови Петровны превратилась в проблему. С 1 января на Почте России перестали принимать платежи за услуги управляющей компании ПОК и ТС. Раньше было удобно. Пришёл за пенсией, оплатил за свет, газ и коммуналку. Теперь из нового посёлка приходится ехать в город. Платежи принимают в кассе управляющей компании на улице Смедовича, 11, либо в банке. Соседка Анна Петровна тоже не платит за коммуналку сама. В этом году долгожительнице исполнилось 87. Разбираться в сложных расчётах и цифрах помогает сын. У меня платит сын. Он живёт в городе, он придёт, у меня заберётся к питанце и платит. На этот раз здесь заплатили, а за квартиру не взяли. Так вот он ходил, там платил. Недовольство пенсионеров в отделении Почты России подтвердили. Это единственное отделение в районе нового посёлка. Здесь принимают различные платежи от жителей нескольких десятков домов. Раньше они приходили к нам со всеми квитанциями, могли здесь оплачивать. А здесь же сейчас они приходят, по КТС мы не берём, они часть оплачивают у нас, потом кому-то надо ехать в банк. У нас же в основном бабушки, пенсионеры ходят, им неудобно это ехать куда-то, тем более сейчас такие дороги. Неудобство, которое доставило жителям города нововведение, вполне объяснимо. По словам руководителя управляющей компании по КТС, Почта России берёт самый высокий процент за свои услуги. Андрей Михайлюк от интервью отказался, но конкретные цифры привёл. Федеральное предприятие берёт 4% от суммы платежей, а банк – один. Так, в прошлом году управляющая компания перевела Почте России 1 миллион рублей. Причём эти затраты полностью лежат на управляющей компании и не включаются в тариф. Так что платить за коммуналку на почте жители 174 домов, которые обслуживает управляющая компания по КТС, не смогут. Кроме 11 домов, где жители квартир получают единую платёжную квитанцию. Получают данную квитанцию порядка 1500 абонентов. То есть это 55 многоквартирных домов, из них 29 – это в городе Наринмарий и 26 домов в посёлке Искателе. Показания приборов учёта, которые они передавали управляющей компании, они туда и передают. То есть та работа, которую выполняет управляющая компания, они этим занимаются. А в части начисления оплаты мы производим начисления, принимаем денежные средства, распределяем, то есть в течение суток. Сегодня на обслуживание в единый информационно-расчётный центр перешли пять управляющих компаний, электростанция, АСМАРТа, Присоединица и Фонд реформирования ЖКХ. Таким образом, одна квитанция позволит оплатить коммуналку, свет и сделать взнос за капремонт. Удобство для управляющих и ресурсных компаний очевидно. Центр сам собирает платежи и сразу переводит их ресурсникам. К тому же, имея единую квитанцию, житель одновременно оплатит по всем счетам, не допуская задолженности. Для жителей удобство в меньшем количестве квитанции и возможностях оплаты. На почте России, в банке, в расчётном центре, в офисе Ненинской коммунальной компании, в посёлке Искателей. Возможно, многоквартирные дома в новом посёлке тоже перейдут на единую платёжную квитанцию. Решение остаётся за управляющей компанией. Лучшие молодые исследователи получили заслуженные награды. В столице Заполярье подвели итоги регионального конкурса учебно-исследовательских работ имени Антона Пырерки. Конкурс проходил в два этапа – заочный и очный, на котором юные учёные должны были представить на суд жюри свои исследовательские работы. Всего сразиться в научной битве смогли 14 ребят из школ и профессиональных учебных заведений от 14 до 25 лет. Они встретились на одной площадке в Ненинском краеведческом музее. Там же проходило и награждение финалистов конкурса. С молодыми и амбициозными пообщалась Любовь Пермякова. Люблю авиацию и вообще это актуально на территории Ненинского автономного округа, так как авиационный транспорт является основным транспортом. И всё-таки авиационный транспорт незаменим, так как в условиях бездорожья именно он является единственным транспортом в Ненинском округе. С авиацией всё нормально? С авиацией всё нормально, да. Только вот сейчас в этом году собирается закупка нового санитарного вертолёта Ми-8 МТВ-1. То есть при закупке данного вертолёта санитарной авиационной станцией будет гораздо проще работать и перевозить больных. Восьмиклассник из третьей школы Роман Габдульбаров рассказывает о своей научной работе по развитию санитарной авиации в Ненинском округе. Долететь до победы ему не хватило несколько баллов, но он вошёл в число финалистов очного этапа и получил специальный приз от Наринмарского объединённого авиаотряда. Пусть часа назад мне предложили вручить Роману продать и вручить на ту деятельность, которую я совершил. В общем-то я с ним согласился, потому что Романа знаю уже больше трёх лет. Три года назад он сам пришёл, вполне конкретно в галстуке к нам, и сказал, а давайте мы поработаем вот на моей будущей диссертации. Я был в этом. Я был в тему, конечно, забрал очень хорошую. Это санитарная авиация от истоков наших дней. Тема, конечно, очень ответственная. Молодец. Таких ответственных и интересных тем на этом конкурсе было много – 14. Например, работа ещё одного участника конкурса, десятиклассника Дмитрия Слиневчука, перспективы использования альтернативных источников энергии на территории округа была высоко отмечена жюри. С ней молодой человек вошёл в число призёров. Я хотел узнать, насколько выгодным будет использование, вот этих альтернативных источников энергии, ветрогенераторов и солнечных батарей на территории нашего округа, и чтобы, возможно, впоследствии у нас могли их устанавливать и ими пользоваться. Рассматривать вот такие экономические и особенно экологически важные вопросы необходимо, и я решил, что нужно попробовать. Возможно, даже помогу нашему округу. Помочь нашему округу, но уже в плане экологии, решила и семиклассница Алена Тилкова из посёлка Красное. Она стала победительницей в номинации естественно-научных исследований. Вообще не ожидала, переживала всю ночь, заснуть не могла очень долго. Думала, многое в мысли влезло. В рамках своей работы девушка в течение нескольких лет вела наблюдение на полуострове и костяной нос. Мы прослеживали смены растительности на полуострове, которые происходят под влиянием разных факторов. И записывали, и наши исследования проводились в течение нескольких лет. Исследования проходили очень интересно. Мы прослеживали прямыми и костными методами. Прямыми, когда проводится в течение нескольких лет слежение за сменными растительностями. А костяной – это когда уже приходишь и видишь, что там лешайники появились на пустом месте, дальше появились какие-то злаки. Кстати, проект Алены Тилковой набрал наибольшее количество баллов из всех работ, представленных на суд жюри. А это значит, согласно условиям конкурса, что девушка стала победительницей не только в своей номинации, но и всей научной битвы. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Правда или действие. Сразу в нескольких регионах России родители забили тревогу, увидев у своих детей жевательную резинку со странными заданиями на обертке. Такая жвачка, как ее прозвали «Со вкусом смерти», добралась и до нашего округа. Где их продают и что за опасные задания надо выполнить, выясняла моя коллега Елена Семеновичева. В глазах молодой мамы девятилетнего сына Марины застыл страх. Что это – маркетинговый ход или очередные так называемые группы смерти? И к чему приведут, на первый взгляд, безобидные задания? Во вторник мой девятилетний сын принес домой жвачку, на которой написано – открой пачку, начни игру. Я посмотрела, что за игра, и здесь, например, очень много разных неоднозначных задач стоит перед детьми, которые они должны выполнить, снять это на видео либо фото и выкладывать в социальные сети. Купить такую жевательную резинку особого труда не составило. Находим ее в первом же магазине города. Продавец признается – пачка буквально разлетелась, как горячие пирожки. А вы вообще сами лично видели, что много таких жвачек? Нет, мне это показали. Нет, не могу. Две упаковки. Две упаковки у нас видим, но пока приказываем, тут ничего. Ну, понятно, понятно. Я вас поняла, да. Две упаковки таких было? Две или три даже, не помню. Ну-ка, пойдет, посмотрим. Ну, там больше нет, да. Там больше нет. Нет, вот они здесь. Нет, ну, они… Мятные. Мятные. Мятные, да? Вот такой? Нет, только в таком вот, в арбузном. А, ну, все, да. Две или три штуки такие было, да? Нет, целую упаковку такая. А, была целая упаковка. Ухватив последнюю пачку жевательной резинки, проверяем, чем производители данной продукции заманивают покупателей. На первый взгляд, безобидная жвачка с арбузным вкусом. На ней написано «Правда или действие», «Открою пачку и начни игру». Ну что ж, начнем игру. Действительно, на первый взгляд, безобидные задания. В этой пачке нам попались, к примеру, «Надуй пузырь и сделай селфи» или «Весь день набирай сообщение носом». Но если обратиться к интернету, то можно найти задания, которые уже не кажутся такими безобидными. И вот одно из них. Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи. Задание буквально на грани между жизнью и смертью. Или вот еще одно задание. Надень противогаз и перекрой доступ кислорода. Обеспокоенные родители бьют тревогу. Что же делать? Психологи дают ответ. Больше общаться с собственным ребенком и уделять как можно больше свободного времени собственному чаду. Почему дети уходят в социальные сети? Одинокие дети уходят туда. Одинокие, которым не с кем поговорить, не с кем свои мысли донести, некому поплакать. Я всегда говорю родителям, проводите больше времени с ребенком вместе. Мы забыли, когда мы ужили вместе с ребенком за общим столом. Если так называемыми группами смерти уже вплотную занимаются следственные комитеты, даже есть арестованные, правда, один на всю страну, то доживательно резинки органы следствия еще не дошли. Но наша героиня Марина, как сознательный гражданин, написала заявление в полицию. Ведь только так правоохранительные органы смогут заняться выяснением причин появления данного товара на прилавках магазинов Наринмара. Заявление написано. Сейчас сотрудники полиции начнут проверку по этому факту. Уважаемые граждане, если вы или ваши знакомые купили, увидели или обнаружили подобную жевательную резинку, обращайтесь в дежурную часть полиции. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин